Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Мне попалась обалденная бутылочка Люксарда. Это концентрат Амаретто, 70 градусов спирта. И я искал в интернете, как его вкусно разбавить, чтобы получился настоящий Амаретто, и нигде не нашел. Если его разбавлять просто водичкой, получается ужаснейшее пойло, горькое и невкусное. И вот, благодаря длительным экспериментам и трем бутылкам этого концентрата, я нашел идеальную формулу. И сейчас я вам ее покажу. Для этого мне нужна концентрат Люксарда, 70%, инвертный сироп, как его сделать, я думаю, вы давно уже знаете, пустая бутылочка и водка. А где же водка? Сейчас будет водка. Водка уже нашлась. И теперь золотое сечение. Чтобы вас не утомлять цифрами, посмотрите все пропорции в интернете, а я пока буду смешивать. Водочка есть. Вкуснейшая фильтрованная водичка. Опа! Годится. Сейчас я разбавил водку до крепости 28 градусов. И это максимальная крепость амаретто, какую я нашел в интернете. И именно эта фирма Люксарда делает тоже амаретто 28 градусов. Все остальные амаретики, какие продаются в жирпотребе, они от 17 до 21,5 градуса. И там ужасно много сахара. Поэтому сладко, не крепко и невкусно. У меня будет все наоборот. Вкусно, крепко и чуть-чуть сладостей. Добавляем сюда немного эльветного сиропчика. Угадал как в аптеке. И теперь самое важное это амаретто. Еще один граммчик. Вот столько, совсем чуть-чуть, нужно амаретто, чтобы получился обалденнейший вкус. Смешиваем. Как вы уже знаете по моим прошлым видосикам, да и вообще из вашей практики, после разбавления любого спирта водичкой, он должен напиток отдохнуть хотя бы дней 10. Тогда вкус стабилизируется и будет совершенно другой. Сейчас все будет жесткое, пластмассовое, потому что только-только смешалось спирт с водичкой. Но это не мешает мне хотя бы узнать, насколько получилась пропорция вкусной. Цвет слабенький. Для того, чтобы цвет был более сильным, можно сделать немного карамельного сахара жженого и добавить. Чуть-чуть, тогда цвет будет более темным. Вот, вот это тот тонкий аромат амаретто, который должен присутствовать. Если подюхать эту бутылочку, там такого аромата мы не найдем. Хорошая крепость напитка, легкая сладость и именно послевкусие амаретто. Очень хорошо. Также я посмотрел, что у многих производителей элитных сортов амаретто, они добавляют туда немного цедры горького апельсина. Не обычного оранжевого, а именно горького. Оно придает небольшую утонченность. Так что попробуйте со шкурками из горького апельсина. Очень классно. Замечательно. И самое приятное, что эта бутылочка стоит совсем недорого, хотя за 70% спирта, и из нее можно сделать почти целую цистерну вкусного амаретто. Это намного выгоднее, чем покупать его в дешевых магазинчиках. Друзья, классный напиток. Если вам понравилось мое видео, ставьте, как всегда, вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.